Следующий проект у нас способ стабилизации с малой группы на электронную армию и на электронную армию. Ну, собственно говоря, то есть проблем, которые есть, у нас на планете есть стабилизация мусора, и тема не связана с энергетикой, но я сейчас попробую рассказать, что это такое. Совместное предприятие «Антем» и «Эгоэнергетром», разработанная технология объемной инвестиции, которая позволяет реализировать старые полигоны до твердых бутербродов, а также эффективно использовать работу новых полигонов. Технология из себя представляет, что можно потихонечку двигать, потому что там есть много вещей, которые обычно все знают, насколько это вредно. И самый большой вред, в принципе, это анаэробный процесс разложения вещества. Самое вредное, которое производит вредные газы, как мы знаем, метан, аммиак, сироподород и так далее. И получение фильтрата. Мы приходится продвигаем, здесь какие причины, совершенно общие, где и сколько производится. Вы все это знаете. Вреде полигонов вы прекрасно знаете. Вы прекрасно знаете, что сейчас существует много технологий получения свалочного газа. Но там есть везде свои проблемы. Экологию мы не решаем. Фильтрат продолжает выделяться. Никто не знает, что с ним делать. Данная технология позволяет, что мы, собственно, продвигаемся, продвигаемся. Данная технология позволяет полностью поменять анаэробность процесс на аэробный, на безкислородный, на кислородный процесс. И, соответственно, полностью утилизируется вся органика. То есть у вас остается полигон, который можно рекультивировать. То есть вы можете оттуда брать спокойно вторичные ресурсы, как это делается сейчас на новых полигонах. Ну, давайте на английском, собственно говоря... Давайте на английском, собственно говоря... Давайте я буду рассказывать. Посмотреть вы всегда успеете. Будете задавать вопросы. Смысл в том, что существует на сегодняшний день классический способ утилизации старых полигон. Это делают американцы и японцы. Классический способ подразумевает ферментацию. То есть весь полигон заливается ферментацией. Вместе с шлотой. Попитывается на уровень примерно 2 метра. И потом через 2-3 месяца, 3-4 месяца один слой снимается. И так, постепенно пропитывая весь полигон... Ну, около 10, 20, 30, 40, в зависимости от этого полигона, можно ликвидировать весь полигон. Так было сделано в Европе, так было сделано в Америке. Технология достаточно дорогая и очень длинная. То есть обычно это длится 3-4 года. Допустим, во Франции. С 2003 года по 2008 они периодически выбирают свои полигоны. Возникла необходимость на 20-13 быстро убрать полигоны в Гиданске. Потому что время поджимало и сделать надо быстро. Была предложена новая технология объемной перевестиции, которая инъекционно скважины бурятся внутри полигона. Прокачивается воздухом, заливается вода с ферментами. И полигон утилизируется органиком в полигоне 3-4 месяца. То есть не надо ждать годы. Надо подождать только время объемного утилизации. Но преимущество еще и в том, что с каждой скважины постоянно каждую неделю берется анализ. Добавляются именно те ферменты, которые надо. То есть если в классическом мы заливаем полностью все ферменты, это получается достаточно дорого. Они не знают, что происходит. То в данном случае в каждой скважине берется анализ и добавляются только те ферменты, которые необходимы. То есть у нас идет утешевление. Мы сокращаем резко сроки. И мы делаем технологию, значит, на это что-то. Соответственно после этого мы заходим на полигон, который было сделано. Потихонечку продвигаетесь. Да, это фотографии, которые сделаны с полигоном. Вот это если кто-то присматривается, птица с полигона, это какой-то полигон. Продвигаемся. Да. Работы. Сейчас покажем, и я покажу, что происходит. Да, да, да. Вот это принцип примерно. То есть бурятся скважины перформированные, туда заливаются, расходится жидкость вместе с ферментами в разные стороны, поехали дальше. И утилизируется вся органика. После, значит, разложения органики в аэробном процессе мы получаем воду, углекислый газ. То есть бредного, ничего совершенно. Скорость меди резко ускоряет процесс, как я говорил. И плюс экологически чистые совершенно становятся. Плюс намного дешевле, чем делают классические объединения. Вот примерно такая ситуация. Но остаются все равно проблемы. Все, кто связан с полигонами, знают, что одна из основных проблем – это хвосты. Которые выходы в деревне? Хвосты везде. Они по всему. Это то, что переработать во вторсырье никак не идет. Особенно то, что отлежало. Если во вторсырье мы забираем металл, стекло, пластик под бутылку установлен, то остается резина, остаются тряпки, остается дерево, остается пластик не переработан, остается бумага. Вот это все хвосты не перерабатываем – это самая большая проблема. На сегодняшний день, сталкиваясь с этими проблемами, которые есть на трагонах, мы эту проблему решили. И решили достаточно эффективно. Это как раз относится к энергоспережению. На сегодняшний день мы из этих хвостов можем спокойно получать электроэнергию. И я вернусь к этой теме отдельно, мы пойдем зайдем в бокал. Это конкретно технология биомедиации. Я хочу вам сказать, чтобы вы просто знали, так как представителей власти здесь нет, людей заинтересованных убирать нет. То есть это совершенно общая информация, чтобы вы просто знали, все полигоны, которые есть, можно полностью утилизировать. Их можно полностью убирать. Мы сейчас ведем работы в Турции. Только приехали из Польши, с представителями компании «Энергопром». Они сейчас будут финансировать работы в Польше по сертификации, потому что с нашими разрешениями, которые у нас есть в Украине, нас, к сожалению, в Европу не пускают. Но есть молодые, на мой взгляд, талантливые люди, которые понимают перспективность работ. Без этого нельзя. Проблемы есть, особенно финансовые все. Поэтому кто-то должен этим заниматься. Они финансируют. Мы проходим сертификацию и начинаем работать дальше. Это порядок действий. Это газоанализатор. Мы проверяем, что делается в полигоне. И в соответствии с тем, чтобы какие получат. Это в Польше работа в Гданьске. На полигоне был потом построен стадион. Сейчас немножко дальше будет видно. Это работа, которая происходит. Это бурение. Надо скважины сделать. Поехали. Здесь все очень достаточно просто. Это разбавление ферментов. Виталий Серафимович в этом случае проводит. Заливка скважины. Поехали дальше. Интересно. Это заливка ферментов и полностью герметизация. Вот это то, что остается от полигона. Вот эта труба, куда мы заливали сверху. Одна из труб. Одна из труб. Это остатки после герметизации. То есть брать все можно. Все, что вам говорят. О том, что есть проблемы с полигонами. Что они вредят и так далее. Это больше популистские вещи. Вопрос в том, что это просто никому не надо. И те средства, которые выделялись раньше. Нашими дедушками. Нашими отцами. А теперь здесь у нас. Они просто тратятся немного на другие вещи. И только от нас зависит. Мы это будем делать сами. Или будем оставлять нашим внукам. Нашим дедам. Давайте. У меня человек их права акций. Но они не совсем другого. Они занимаются. У них их права акций. Мы можем вас вести. Они делают бизнес в том, что они, в принципе. Воды. Они сортируют. Я понял. Таких людей есть в каждом селе. В каждом районе. В каждом городе. Которые чем-то занимаются. Проблема совершенно не в этом. Кто-то должен быть в этом заинтересован. К примеру. Это громадская рада. Которая контролирует свой район. И говорит. Нам полигон здесь не нужен. Давайте что-то сделаем, чтобы его не было. Чтобы на этом месте можно было что-то построить. Построили панч. Больше вот здесь вы дальше пройдете. Эта рекультивация не видно. Но вы обратите внимание на вот это. Черная куча. Вот это грязная. Это сортировка. Оттуда забирают в торсырье. И потом добавляли в сиденья. Когда при изготовлении пластикового сиденья. До 30% добавляли. Это в торсырье. А вот это самое интересное. По этому поводу мы поговорим. Сейчас мы нашли боже. Давайте. Симпатичнее девушек надо. Давай. Это разрешение. А вот это построен стадион на этом месте. Обратите внимание. На этом месте можно делать все что угодно. Можно посадить сад. Можно построить. Непринципиально. Принципиально, что это все можно убрать. Достаточно быстро. И не так дорого, как это предлагают в других странах. Проблема в стоимости складывается примерно вот какая. Самое главное это затрата. Проблема не в стоимости закупок. Она небольшая. Если вы представите себе дом. На каждый человек тратится примерно вырабатывать 450 кг мусора в год. Представьте, в воду у вас будет прижать мусор, который будет видеть запах. И когда вам человек скажет. А вы мне дадите 20 долларов, чтобы я его принес? Ура! Что у вас не было? Вы скажете, конечно, потому что это не день. За год потратить 20 долларов. Но дело в том, что накопления полигонов у нас идут с 50-х, 60-х, 70-х. То есть вам оставили такой багаж. И вам надо потратиться не на себя. Вам надо потратиться то, что накоплено раньше. Но потратиться придется кому-то все равно. Потому что природа не привыкла перерабатывать такую концентрацию. Она переработает все. Но на это надо очень большое количество времени. Все равно кто-то это будет убирать. То есть стоимость для моего ухода. И второе, как эффективно использовать даже то, что вы уберете. Потому что в любом случае экономика лежит под воде в силу. Так вот, да, это интересная вещь. Мы делали некоторые работы в Крыму. И один из разработчиков, Виталий Старфимович, значит, мы день рождения его праздновали на свалке. Значит, с тараканом до самого вечера. То есть есть люди, которые просто преданы этому делу. Думают об этом. В общем, интересные вещи были. Были сделаны некоторые работы в Граматорске. Если будет интересно, расскажу, покажу. Пока это общее. Это пока не касается энергетики. Потому что энергетик немножко позже. Давайте мы прокручиваем. Вы увидите, как, что делается. Давайте еще. Я хотел просто показать, что можно делать. Это полигон. Это то, что можно у них выращивать. Сады, парки и так далее. Все остальное общее неинтересно. Вот если мы вернемся к той куче. Из всего ресурса, который есть на полигоне. Мы брали метал, стекло, пластик. Да. Мы сейчас вернемся к энергетике. Так вот, самое главное, что есть в этом полигоне, вот эта куча гумуса, может быть, это перепродившая. Это самый ценный ресурс любой страны. К сожалению, уровень образования руководства страны не позволяет об этом... Говорить об этом позволяет, но не позволяет задуматься о том, что уровень гумуса, который был у нас от 6%, упал до 2,5%. У нас гумуса осталось до 25-го года. С такими темпами, которые у нас есть сейчас. Потому что химия, которую мы обрабатываем, у нас гумус, у нас не стоит. Самое ценное здесь. Это у любой страны. Это понимает любая страна. Мы были в Турции, когда я просто начинал говорить по поводу гумуса, они сразу первые говорят, а мы можем у нас это сделать? Когда мы были в Польше, они первое что говорили, а мы можем у нас это сделать? У нас все молчат об этом. И у нас говорят о том, что давайте выращивать пшеницу и отправлять за рубеж. Это убийство для страны, для тех, кто понимает. Потому что мы выберем гумус, который у нас есть в почве, собираем урожай и отвозим. А все должно быть здесь. Здесь коровы, птицы, люди, фекалики. Все должно быть здесь. Это гумус. Оно должно оставаться. Но самое плохое, что биомасса, которую мы собираем, в некоторых случаях мы делаем билеты. В некоторых случаях мы настреливание сшикаем. То есть мы допускаем те вещи, которые в человеке физически нельзя. Нельзя. Это запрещено делать. Потому что без восстановления почвы страна существовать не будет. Мы будем есть субашную химию. Поэтому одно из преимуществ технологии. Мы получаем очень большое количество кумусов, удобрений. Конечно, надо их доработать. Конечно, туда надо еще вносить вещи. Но самое главное, мы это не вывозим. Мы получаем дополнительный, условно говоря, доход для нашей земли. Теперь давайте я предлагаю сделать то, что вас, скорее всего, больше интересует. Это энергоэффективность. Давайте мы зайдем опять на презентацию. Там есть написано синфизгаз. Давайте вот эту. Куда эту? Конечно, опустим, да. Открываем и потихонечку проходим описательную часть и смотрим. Я скажу только несколько слов. По поводу синфизгаза, по поводу пирролиза, скорее всего, вы все прекрасно знаете. Но существуют недостатки. В системе пирролиза есть очень большой недостаток. Он очень неплохо получается. Но он получается в закрытых гибелькостях периодического действия. Сам пирролиз достаточно простая вещь. Безкиднородной емкости. Какие-нибудь доносы покупают. Сырье не играет роль, как было органическое. Мы подогреваем. Внутри образуется синфизгаз. У него есть несколько недостатков. Во-первых, мы должны до 500-700 градусов риторку нагреть, получить синфизгаз, а потом она сама должна охлаждаться. Либо мы его должны охладить, чтобы ускоренно заполнить еще раз. То есть процесс не совсем правильный. Если мы что-то должны нагреть, а потом оно должно остывать. То есть технологически будет правильно. Плюс это периодический процесс. То есть их надо ставить много емкостей. То есть эффективность теряется. На сегодняшний день мы сделали непрерывный процесс пиролизный. Сделали достаточно эффективный. Называется термолизм. То есть это высокотимый термолизм. Кто-то тоже хочет послушать. А давайте мы вернемся сразу. Не пошли дальше. Я покажу фотографии, это будет интересней. А, да. Давайте вернемся. Непрерывный процесс достаточно простой. Постоянно идет топливо. Без доступа кислорода. Постоянно поддерживается температура. Не за счет сжигания газа. А за счет продувки определенного количества кислорода. Поддерживается температура 1100-1300 градусов. То есть ускоренный процесс. И этот газ с определенным количеством кислорода. Уже без кислорода. Потому что он сгорел на поддержании температуры. Идет на систему очистки. А можно дальше. Идет на систему очистки. И идет на газопоршневую группу. Эта схема как можно установить. Это не принципиально. Как можно установить. А вот следующий. Это анализ интесказа. Тоже вы все знаете. Это принципиально как загрузка. Сам термолизм который проходит. И проходит система очистки. Единственное недостаток. Что надо делать все. Очень аккуратно. Очень точно. Сделать точные расчеты. Все надо делать. Тут есть нержавейки. Потому что температура большая. И после этого можно отправлять на любую газопоршневую группу. На любую турбину. Просто сжигательный обогрев. Не принципиально. Это принципиально другое. Сейчас я закончу. Вопросы будут. Принципиально другое. У нас любой полигон. Является сырьевым ресурсом для получения электроэнергии. Нам не нужен уголь который стоит там 80 долларов. Нам не нужен газ который стоит определенное естество. Нам не нужен мазут. У нас свалок с 60-х годов такой объем. Что нам не надо приобретать ничего вообще. Мы только с тарифами не будут повышаться. И будет наполняться в рюкзе. Мы со славоками не будем внимательны. Когда вы понимаете невыгодно. К кому? К кому. К кому-то. Тарифы если останутся те же самыми. То государство всегда получит средства. Нам тоже не надо. Если у нас это не выгодно. То почему-то другие страны к этому относятся по-другому. Поэтому меня здесь в Украине практически нет. Поэтому приходится все время разряжать. Им это надо. Мы сейчас идем переговоры с турками. Чтобы наладить производство таких установок. Не просто закупить. Они говорят. Да нам это надо. Да поставьте. На полигоне ездили. Смотрели. РД. Все. Мы хотим. Давайте. Но они рассматривают дальше. Ведь их надо везде ставить. Давайте может быть сделаем какое-то совместное производство. И я собственно здесь только по одной простой причине. Просто чтобы вы были в курсе. Все равно на процесс вы повлиять не сможете. Представителей власти нет. Заинтересованных людей там нет. Но. Я по другому поводу. Каждый из тех кто пытается что-то внедрить. Мы сейчас работаем и пытаемся внедрить это с турками. Соответственно они выделяют определенные средства. А проблемы у всех людей скорее всего. Которые пытаются что-то внедрить. Это в первую очередь средства. Так вот. Моя задача в данном случае. Это к технологиям которые есть. Привлечь тех специалистов. Которые в наших технологиях. Могут найти точки соприкосновения. Чтобы помочь сделать. Макеты. Где вам будет чек? Александр. Давайте попробуем сделать макеты. Давайте попробуем сделать макеты. Вот сейчас мы договорились с Николаевым. Там есть двигатели Воролова. Здесь были вопросы. Помните? По поводу того, что можно заменить в калимбал. И так далее. И так далее. Я поехал в Николаев. Посмотрел. ГБДР. Паровой машины. 60%. Не 30% наших автомобилей. 60%. Тоже прошли бы. Все нормально. Можно работать на низкопотенциальном топливе. А соответственно. Мы уже с ними разговаривали. По поводу того. Он говорит. Можно сделать макет для вашей установки. Чтобы потом с вашими установками. Производить хоть что-то. И хоть как-то ставить. Вот смысл всего собственно говоря. Из-за чего вообще. Из-за преступления. Кто заинтересован. Кто хочет. И может что-то примять. Подходите. Мы будем показывать. А соответственно. Теперь. Самое главное. Да. А по всем. По каждому этапу. Можно рассказывать часами. Поэтому правильнее наверное будет. Если мы перейдем к следующему этапу. Примерно такого содержания. Помните. Михаил Михайлович сказал очень хорошую вещь. И так далее. Получается. Что будет в Турции. У нас нет. Будут опять покупать. Если захотят. Макуха Максима. Организация Колтава. Мы на самом деле в полтавском регионе. Сейчас рассматриваем. Поскольку у нас городской полигон. Там коррупционная схема. Сельские полигоны. Стихийные. Уничтожения. То есть там уже достаточно. Большие тоже объемы. И мы думали приблизительно. То же самое. Первые установки. И так далее. Но я тоже техническое образование не имею. Поэтому. Соображаю. Вот именно. По поводу. Во-первых. Уничтожения органики. Вы предусматриваете. Сначала получение биогаза. Из полигона. А потом внедрение органики. Или просто сразу. Смотрите. Сейчас давайте. Вернемся к биогазу. Который получают. Кстати в Турции. В Польше очень много. Биогаз. Можно получать. И выгодно. Более-менее выгодно. Если у вас полигон для этого предназначен. Если он не предназначен для этого. Как у нас. У нас 80% полигонов стихийные. Которые узаконены после этого. В обрак начали сбрасывать. А потом через несколько лет узаконены. Проблема в том что. Если у вас есть мембрана. Если вы проложили трубы. Если вы для этого все подготовили. Как за рубежом. Тогда более-менее нормально. Но у них проблемы с фильтратом. В анаэробном процессе. У вас будет вредный фильтрат. Слава. Скажи что такое фильтрат. Какой он вредный. Как фильтрат. Все слышали. Все знают. Да. Я прошу прощения. Нет. То есть вы. Добывая газ. Проблему фильтрата не решаете. Экологическую проблему вы не решаете. Ну я знаю. Да. У нас в данном случае. Мы меняем процесс. У нас нет этого. У нас фильтрат чистый. И выбросы чистые. Газ вы не получите. Как парочный. Его получают у нас. Только получение средств. Не экологическое решение. Я знаю. По поводу. Вы используете ферменты. Или М. Эффективный микроорганизм. Что вы используете? Эффективные микроорганизмы. Есть проблемы. Если вы придете в Европу. С эффективными микроорганизмами. То вы будете несколько лет. Доказывать. Что у вас ничего не будет потом. Потому что с фильтратом. На этапе обработки. У вас могут возникнуть. Проблемы. В этапе. То есть у вас. От первого. До конечного результата. Допустим. Шесть этапов. Разложения. С помощью микроорганизмов. На каком этапе. У вас будет появляться. Вредные. Разложения. Которые могут попасть в фильтраты. То есть у вас. Пока. Технологии. С добавлением микроорганизмов. В Европе не прошли. Никто. Но с добавлением ферментов. Ускоряющих реальные. Процессы аборигенов. Проблемы. То есть. Пока. Мы делаем ферменты. Хотя. Уже пробовали добавлять микроорганизмов. Более-менее. Получается. Ну просто. У нас же. В Украине. В принципе. Возможно. АЭМ с технологиями люди занимаются. Хорошо. И еще такой вопрос. Опять же. Из той концепции. Что уничтожение сельских свалок. Мы просматривали. Что это будет какая-то мобильная установка. Может быть на базе прицепов. Полуприцепов. Что-то такое. То есть. Я так увидел. У вас. Какая-то. Рекультивационная машина. Ну грубо говоря. Перекапывается. Достаётся. То есть. Нужны пара аборигенов. Которые будут. Вы можете назвать как угодно. Принцип очень простой. Мы экскаватором загружаем на себя. Отдельно. Через сито проходит у вас. Перевной. Условно говоря. Пересыпка там находится у вас. Там у вас находится перепродившая органика. Это идёт отдельно. Черная грязь. Как обычно бывает. Всё остальное у вас идёт отдельно. То, что вы забираете на хвосты и на хвосты. То, что можно. Без гидросепарации. Это просто человеческими руками. Это кто во что гораст. Правильно ставить как американцы. Ставить передвижную небольшую сортировочную линию. Это самое правильное. Либо можно брать это тоже самое. И отправлять на сортировочные существующие законы. Там кто во что гораст. Это не принципиально. Принципиально, что вы будете с этим делать потом. Как перебрать. Это такое дело. Я понял вас. Хорошо, спасибо. Можно будет у вас какую-то информацию выхожей делать? Я прошу прощения. Я благослышаю. Буклеты есть какие-то у вас потом? Вы знаете, проще сделать. Запишите. Вот здесь есть выставка. В-22. Там предприятие. Как говорят, я говорю про. Там бабки буклеты дадут. И расскажут. И все. Если надо будет визитку, я без тебя оставлю. Пожалуйста. Спрашивайте. Мне будет приятно. Вопрос такой. С какими минимальными объемами вы работаете? И, ну, к примеру, 2 тонны, да, переработать мусор. Что это будет стоить финансово? Ну, дело в том, что перерабатывать можно вот 100 грамм в лаборатории, и закачивая там миллионами группы. Поэтому есть проблема. Таких граний быть не может. Все обычно упирается, чтобы прежде, чем начать с чем-то работать, надо сначала получить анализы. А что у вас? Я предпринимаю. А сколько это стоит? Я вам скажу, если вы скажете, что у вас внутри. Какая органика? Сколько у вас тараканов? Сколько сдохлых крыс, собак, лошадей? Можно задать вопрос так. Сколько надо ферментов для переработки 100 кубов в лаборатории? Я вот просто отвечаю. Ну да. Если вы мне скажете, сколько органики у вас тараканов? И какая? Вот 100 кубов. И какая? 100 тысяч кубов. Я не об этом говорю. В лаборатории. Значит, надо делать проектные работы. Надо бурить. Надо снимать анализы через каждые 2-1,5 метра. Понятно, это все работа, но какие-то расценки тоже хочется знать. Давайте сначала я вам расскажу принцип, а потом все расскажу про цены. Прежде чем что-то более-менее серьезно говорить о поликоне, во что это может обойтись, надо сначала знать, что внутри. Потому что в 73-м году бабушка дохлую лошадь перевезла, трупные яды никуда не делись, они остались там. А может и не выбросила. Поэтому сначала берутся анализы. Сначала надо знать, что, чтобы вам более предменно сказать. Поэтому правильнее говорить о том, что уже было сделано. То есть по аналогии. Я могу вам сказать то, что было в Польше. Это я могу сказать. Я могу сказать, во что обошлось в Карматорске. Я могу сказать, что обходится сейчас в Еврово, по-другому. То, что вы делаете. Почему? Там сделаны анализы, там примерные затраты в жизнь. Но это примерно каждому полигону, к сожалению, надо подходить совершенно мне. Теперь позадрав. Вы поняли. Сказать, что у вас и во что это обойдется, я не могу. Пока не будем знать, что вам. И сколько, и чего. И какой органики. Потому что мазут, он разлагается. Но ферменты на то, чтобы разложить мазут, они стоят на порядок дороже, чем, чтобы разложить пищевые отходы. Логично, да? Живые ткани не так разлагаются, как пищевые отходы. Тоже немного дороже. Трубные яды и так далее. По аналогии с Польшей. Значит, в Польше у нас кубы пошелся в 16,1 долларов. Дорого это или недорого? Я вам сразу скажу, если вы будете частным лицом это выбирать, это недорого. Но когда вы возьмете 860 тысяч кубов, это уже сумма получается. Там необходимость заставила. Надо было проводить. Либо стадион строится городом. Очень далеко. Либо прямо в городе. И на это пошли и... С этого года все переработки бытовых отходов в Польше финансируют Европу. Поэтому все поляки заинтересованы в привлечении любых проектов, любых... И все равно они тратят не свои деньги. Чтобы она эту программу выделила уже деньги. Дело в том, что, да, помощь от разных стран у всех идет. Но поляки тратят и свои деньги в том числе. Поляки тратят свои деньги в том числе. К примеру, вот я приехал сейчас в Варшаву. Пригласили по одной простой причине. У них стоит несколько сортировочных заводов. И после того, что отобрали пищевые отходы. И отвезли на один полигон. Они не знают, что с ними делать. Приглашали. Говорят, а как можно убрать? После того, что отобрали вторсырье. Остается хвостом его. Его измельчили. И до 5% они его отправляют на цементные заводы. Все остальное они привозят на другие полигоны за 200 километров. Представляете? Везти мусор за 200 километров туда и потом обратно. Они пришли и говорят, а что можно сделать? Они тратят свои деньги. Они думают не только о экономике, а о экономике. И у каждого свои проблемы совершенно. Поэтому, ну, по мне так важно, как страна общества. Где она и как говорилось по поводу следствий. Это второй вопрос. Главное, чтобы она кому-то на боку была. К сожалению, у нас пока... А может, теперь я на то, смотрите. Я связался с министерством экологии, пытался их пригласить. Первое, что они задали, и ваш проект, в принципе, заинтересовал. Они сказали, есть ли экологическая экспертиза проекта? Это есть. Это че делал? Есть. У нас разрешение Минздрава, институт Морзеев вообще есть. Послушайте меня. Я сразу отвечу, потому что с министерством экологии я таком, я являюсь инспектором экологии. Деруда это все. Лично сейчас исполняющий обязанности министра экологии, товарищ Курыкин. Да, Сергей Иванович? Был я у него на приеме примерно год назад. Говорю, давайте сделаем. После того, что я увидел в Польше, я хотел этот опыт перенести сюда. Это он говорит мне. Я говорю, а кто делал больше? Ну как, поляки делали. Я говорю, забудьте. Частным образом нас наняли, хотели мы. Как вы? А я хотел в Украину вот этот опыт перенести. Я говорю, не надо, мы съесть. Давайте. Вот они просили вас в сервис материалы. Хорошо. Все хорошо. Ну хорошо. Спросите это для вас снова. Вот именно по поводу сжигания хвостов, синтез газ. Это не сжигание. Это получение синтез газа. Это принципиальные разные вещи. Сжигание особенно навязали нам немцы. Это вредительство в принципе. Потому что это затратно. Наша энергия, вы знаете, если вы сталкивались с ней, чтобы испалить на температуре 1200 градусов, они применяют дополнительный газ. Это затратный механизм. Это проблема. В Европе запрещены мусоросжигания. Да. Там вот это с фильтрацией, проблемы с фауренами, вот этими диоксинами и так далее. При производстве синтез газа методом перолиза нету таких проблем? Нет таких проблем. Потому что температура повышенная. Я понял. А почему тогда в Европе повсеместно? Рассказываю. Хорошо. Очень хорошо. На сегодняшний день несколько температурную плазму для получения высокотемпературного перолиза делают лучше всех американцев. У них стоит плазма. Они снижают температуру до 1100-1200 градусов. Получают непрерывный процесс. Установка, которая производит 500 киловатт в час. Директор был здесь в Мерамедуза. Мы с ней общались. Она предлагала эти установки. Установка 104,5 миллиона. Ого. Нет, нет, нет. Все идет в сравнении с окупаемостью. Там все нормально. Она окупает себя за 4-5 лет. В Америке это супер. Потому что в Америке до 10 лет срок окупаемости в энергокомплексе это нормально. У нас установка на 500 киловатт стоит 1,5 миллиона. Ну, а Меритопольские? Я слышал, что Меритополь и Мариуполь где-то тоже такие плазменные, как плазматрон называется, что тоже… Есть. Это утилизаторы. Это немножко разные вещи. Это неполучение цифрисказа. Плазменные утилизаторы стоят для опасных отходов, медицинских целей, как так и так далее. Это другое направление. Это затраточные вещи. Во всяком случае пока затраточные. Потому что слишком много энергии надо, чтобы работала плазма. Плюс у нас есть другие проблемы в Америке. У них стоят электроды. Ресурс работы электрода 200-300 часов. Да, он сгорает. Поэтому они пытаются перейти на свечер. И обращались сюда, в Харьков институт, чтобы им ставить свечер, у которых 1010, наверное, ресурс работы. То есть вопросы в этом плане есть. Но пока, я же говорю, у нас получается намного дешевле. И у нас получается намного меньше надо сырья на получение киловатта. Американцы тратят примерно 2,2-2,5 килограмма на получение одного киловатта. У нас получается примерно 1-1,3 килограмма в зависимости от того, как вы хотите хосты на киловатт. Но, опять же, чтобы что-то сделать, надо, чтобы были заинтересованы люди, которые хотят получать по зеленому тарифу электроэнергии. А пока этого механизма еще у нас нет. Мусор, вроде бы, еще не подходит под зеленый тариф. Уже подходит? Его приравнивали к зеленому тарифу. Его приравняли к зеленому тарифу. Так же, как и свалочный газ. По свалочному газу это отдельная проблема. У нас их мало. У нас это все делается спонтанно, на неподготовленных полигонах. Это не хочется, потому что наживешь с тебя много врагов. Это неправильно. Будь свой путь. Это их право. Но это право государства. Регулировать, что приоритетнее. Если они не хотят смотреть за экологией, то получают пусть сопутствующий газ. Проблема же в том, что они в течение года с куба получают порядка трех-четырех кубов. Все. Вы больше газа не получите. Просто полигоны большие. Получается газа много. Но на самом деле что вы получаете? Я понимаю. Это ясно. Можно будет взять вашу презентацию? Презентацию можно будет? Пожалуйста. Переписывайте, смотрите. Хорошо. Спасибо. На здоровье. Спрашивайте еще что-нибудь. У меня уже ничего нет с техническим вопросом, которые... По фильтратам еще раз вернемся. Да, пожалуйста. Что-то с фильтратами в советских, украинских словах можно делать? Можно. Значит, смотрите, по фильтратам. В зависимости от того, что вы хотите получать от фильтратов, стоимость очистки. Если вы хотите, чтобы у вас не было просто запаха, будет одна стоимость, небольшая. Если вы хотите, чтобы у вас был прозрачный. Правильно? У вас будет другая стоимость. Если вы хотите, чтобы у вас была питьевая вода. Я запросился какой-то констант. У вас будет третья стоимость. То есть решить, как говорит Владимир Николаевич, с фильтратом можно решить все вопросы. Вопрос цены. Что вы хотите по тему заданию? Вы хотите питьевую воду, получается? Пожалуйста. Вы хотите просто что-то почистить, чтобы взывать? Пожалуйста. Технически, возможно, технически. Значит, американцы работали с фильтратом стволки села Пирогово с 1992 по 1993 год. Пробурили 100 скважин, чтобы исследовать метан и по слоям. Отказались, потому что не могли. Немецкая ферма Роксен в 1995 году выиграла тендер городской администрации. По мембранной технологии хотели применить. У них не пошло. Они перескочили на Демидовскую свалку. Эту они не могут сделать. По Демидовской у них тоже ничего не получается. Вечный двигатель. Они фильтруют, фильтруют. Потом эти же фильтраты в этой же свалке зарывают. То есть по технически получилось, что нельзя. Вот с нашей свалкой конкретно всего Пирогова. Давайте я вам сейчас скажу ситуацию. Значит, мембранные технологии, я думаю, одни из самых лучших. Проблема только в стоимости мембраны. И срок ее службы. Есть несколько способов. Проблема, я прошу прощения, что перебиваю. Проблема в том фильтрате, который накопился за много лет эксплуатации не только бытовых отходов, но и всех отходов промо-предприятий, которые… Промышленно. Именно в технологии. Проблема и в свалке, и в технологии. То есть нет, даже у импортных ребят нет… Нет, такого не бывает. Значит, нет шидкости, которую я имею в виду водосодержащие, из которой нельзя получить чистую воду. Вопрос только о затратах. Если УПК очень большой, то, естественно, нет дешевых технологий. Все же хотят из отходов потратить как можно меньше, потому что это отходы. Только в этом проблема. Решить с водой можно все вообще. Вопрос только о затратах. Другое дело, что город не хочет идти на большие затраты. Другое дело, что те люди, которые выиграли тендер, начали что-то пробовать, не проходят по стоимости. Единственная проблема – очистить можно все. Еще раз. В космосе люди пьют свою мочу, очищают. Все нормально, не переживайте. Синтез газ вы получаете. Вы сказали, подводите энергию, подводите тепло, нет? Нет, мы ничего не подводим. Мы только зажигаем. Мы подводим только для того, чтобы получить. Потом мы работаем на собственном тепле, на собственном газе. Нам надо только немножко больше. Факел у вас движется сверху вниз, да? Факел движется сверху вниз? Нет, факел стоит горизонтально. Стоит, да? Никуда не движется. Вы просто постоянно подводите сырье, да? Нет, и сырье, да? И сырье сверху засыпается, чтобы там не было роста. Вот так. Факел не поднимается ни вниз, ни вверх, но стоит горизонтально. Это одна из основных вещей. И все смолы у вас сгорают в принципе. Смолы, смолы. Разлагаются. Но смолы у нас очень важная система. Это система очистки. Потому что иначе вы каждый месяц будете ДВС чистить. Поэтому смолы у нас тройная система очистки. И последнее с охлаждением. Вы горячий газ, не подойдите в двигатель внутреннего сгорания. Вы же знаете, там должно быть порядка 70 градусов. То есть кроме системы чистки три степени. Там идет и система охлаждения. Экономика по получению синтез газа. Экономика. Рассказывайте. Давайте я приведу примеры в Турции. Если можно. У них. У них. Секунды. Смотрите, у вас есть еще один вопрос. Экономика жидкости в основе катушки ТЭЦа, да? Нет. Дело в том, что я ж думаю приедет Андрей Петрович. Я могу рассказать. Вопросов нет. Но здесь должны были быть... Смотрите. Этот человек тоже будет склиниться. У него просто есть разогенератор. Я просто хотел бы, чтобы мы с контактом изменялись. Не, не просто контактный мир. Спрашивайте, говорите. Мы сами с удовольствием. Сейчас сидит форум по законодательству. Там будут по себе связаны выступать. У меня там сейчас сидит товарищ, который нам позвонит, чтобы тоже побежать. Мы собираем всех, кто с чем связан. Чтобы применять и привлекать людей для этих программ. Вы умеете хорошо бурить? Давайте. Потому что стоимость бурения достаточно большая. Особенно в странах Варамских Эмиратах 100 долларов в метр стоит. В Польше стоит там 150 долларов за метр. Кто может хорошо бурить? Давайте. Кто может делать ферменты? Давайте. Кто может делать ферменты? Давайте. А, я прошу прощения. Мы же договорились. Как только надо меня прервать, останавливайте. Об этом можно говорить очень много. Я знаю. А комплектующие где берете? Производите сами? На синтез установку? Да, на установку. Значит, по ферментам. Покупаем установку в Америке. И кое-что только 10 процентов берется здесь в Украине. Что касается синтез газа, то, к сожалению, все приходится в основном, кроме работы, покупаться рубежом. Нержавейку мы не делаем. Казопрошевую мы не делаем. Нержавейка имеется ввиду оборудование или листья труба? Нет. Нержавейка. Вот все оборудование нужно держать. Чтобы сделать нормально. Вы делаете сами оборудование или закупаете уже готовое оборудование? Нет. Мы закупаем материалы и отдаем на заводы, которые по нашим членам. Все не стандартно. Под разные мощности. Там открывали или не открывали. Там есть куча фотографий, то, что уже сделано. Я взял на всякий случай видео, где я занимался для тура. Показывал, как что работает на действующем макете. А, нет. Это первая. Где я веду? Вот здесь. Нет, 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 нет. Там у вас была описательная часть. Можно встречаться. Вот. Там фотография. Сделала установка. Мы листали. Вот. Это для ДПО на 50 кВт. Если вы будете двигать дальше, опускать. Вы увидите другие фотографии, сделанных и изготовленных установок. Я понял. Будем считать. Придется слушать. Смотреть ничего не важно. Кто захочет увидеть, обращайтесь. Просто кому надо все копировать. Есть, можно сказать. Кто не попросить. 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 Нет. Это надо возвращать. Дело в том, что я плохо окажусь в Ютубу, Интернету. Потому что потом надо работать на них. Что значит за ним? Ну, я все расскажу. Все интересно. Потому что потом идет столько запросов и информации, что надо месяц сидеть и если по 15 минут для каждого отвечать, тогда сутки не отвечать. Нет. Это неправильно. Лучше разговаривать с конкретными людьми, кому это надо. Я же говорю, мы приехали в Турцию. Это заметно. Это надо. Нет. Можно я два слова вернусь к Турции? Мы говорили по эффективности и спросу. Нет. Смотрите. У турок получается затраты на 1 киловатт 1 цент. 1 цент на киловатт. Реальная стоимость киловатта 10 центов. Именно поэтому они ушли думать и говорят, такого не бывает. Мы ушли думать. Начали изучать опыт в мире. Я им дал координаты в Америке. Звоните. Все. Позвонили. Выяснили, так оно или так. Турки такие. Очень своеобразные. Они долго думают. Потихонечку все проверяют. Пусть проверяют. Пусть узнают все цены. Пусть узнают эффективность. Затраты сырья. Все будет нормально. Со временем все будет нормально. Другое дело. Обидно другое. Где мы? Почему не делать это у нас? На что? Электроэнергия дешевая. По 8, по 10 центов. А зеленый тариф вообще? Этот вопрос на форуме надо понимать. Так что здесь не надо. Да. Ну, в самом случае, вы примерно представляете, какие технологии есть. Поэтому, если что, координаты есть. Опять же, стенд В2-2. Подходите. Спрашивайте. Визитки. Все остальное. Все. Вроде все. Смотрите. Если можно, немножко поактивату. А. У вас время еще 10 минут. Отлично. Давайте поактивату. Я не знаю, почему у меня Александра Петровича. Он человек военный. Возможно, из этого. Андрей Петрович. Андрей Петрович. Значит. Смотрите, какую штуку сделали. Сделали катушку кесла. А не это у вас здесь. Я не брал. Я думал, он все возьмет. Мы хотели сюда привести целую катушку. И пока 20 минут ушла беседа, как, что сделано. Мы бы прямо здесь сделали. Мы бы почувствовали разницу в один плюс. Когда я брал активатор. В принципе, катушки кесла. Конусная. Навитая. Определенная частота. Определенное напряжение. Внутри стоит емкость с жидкостью. Почему она преобразуется? Насколько она преобразуется, мы пока не знаем. И академик Косинов сказал. Ребята. Не мучайтесь. Делайте. Проанализируйте какую эффект будет делать. А причину, почему вы это делаете. Не тратите время. Потому что теория миллион. И, кстати, было интересно. Мы встретились в кафе. Андрей взял пару бутылок водки. Говорит. Смотрите. Открываю воду. Налил всем. Говорит. Вот это простая. Вот это. 20 минут постояла в активаторе. Давайте попробуйте, чтобы вы почувствовали разницу. Он говорит. А я не пью. Ух. Мы так старались. Почувствовать разницу. Он говорит. Ну хорошо. Иначе налили всем. Разница. И просто разница ощутимая. Давайте на примере воды лучше. Я тоже не пью. Нет. Вы не знали? Мы хотели здесь показать на воде, на пиве, на чем угодно разницу чувствовать. Если нет еще ни одного человека, который бы не попробовал воду, на воде меньше всего чувствуется. Но для этого есть лакмусовая бумажка. Она знает преобразование. Но берется лакмусовая бумажка, берется вода. Она нейтральная. она у вас. После обработки у него повышается хисленность. То есть падает ВАЖ. Не сильно, но падает. Насколько это влияет на микроорганизм и недалейшего процесса, это надо изучать. Эффект есть. Объяснить его пока мы не можем, не очень хотим. Нас больше интересует часть, чтобы кого-то это заинтересовало. Чтобы кто-то вместе с нами продолжал это делать. И чтобы легче было объяснить людям и показать эффективность, Андрей на свою машину поставил активацию и пропускает через трубку медную, пропускает топливо. То есть по конусу проходит топливо, обрабатывается в этом в магнитном поле, в электромагнитном поле и в кульсном поле. Определенность важность, с определенной амплитудой и так далее, и так далее. Но эффективность в том, что у него стоит топливо и стоит куча воды. Опуская, работая с водой, он экономит кучу всего. Он прямо подает на больший год. Пробовали делать по-другому. Пробовали буду обрабатывать в этой катушке, а потом заливать. Но эффективность мы тратили в среднем 8-7-8 литров топлива на 100 километров. И примерно тратили литр воды на 100 километров. Вот примерно такая эффективность. За счет чего эффективность? Ну понятно, при подаче воды, если у вас там есть недожженный углерод, соединением у вас выделяется водород. Теплоемка небольшая, но температура у него достаточная. Температура по-видимому влияет на воздух, объемное расширение разное. То есть эффективность берется. Эффективность есть, на машине есть. Пробовали, отдавали через Министерство обороны. Сила работала, испытания есть. То есть все это есть, но нет завершения. Первоначальный опыт и результат есть, а окончательное, чтобы можно было применять. Частник какой-то для себя это экономия сделать может. Но эффективно это делать. Какой-то парк. Ну да, чтобы, допустим, какой-то парк сделать, обычно люди как в Центробазе, когда переключают. То есть завестись надо на топливо, а потом по мере нагрузки переходить на воду. Водород не совсем. Водород получается у вас в результате. Вы добавляете воду в поршневую группу с подачей топлива. Естественно, там получается. Прижигание. После 900 градусов энергетические связи. Воды они нарушаются. То есть чуть-чуть и оно развалилось. Приличная экономия топлива, то есть в ГАЗ-24 Волга, мы ездили на 7-8 литров на 100 километров. Это при том, что по фаспорту на С-16. Примерно так. Какую эффективность дальше можно получить? А на 10-10. Нет, пристроить можно эффективность, просто меньше. Просто эффективность меньше. Вот и всё. Не есть проблема. Не есть проблема. Проблема всегда только одна. Если кто-то делает какие-то разработки, то я большей частью хочу это применить, допустим, для биомазута, когда в печь подаётся топлива биомазута, и туда подавать такую смесь, прошедшую через... Вот видимо, что КАЗ, пустимирский КАЗ, КАЗ для отопления, можно применять? Ну, Вася, ещё мы пробовали. У нас есть видео было, да? Когда они полили всё это дело. Мне тяжело сказать по эффективности, потому что водород, он имеет слишком маленькую калорию. Он очень эффективный по весу. То есть с грамма водорода вы получите очень много тепла. Но в объёме его очень мало. По сравнению с кубом метана и водорода, здесь 2500 кг. А в метане 8300 кг. Чувствуйте разницу. То есть эффективность теряется. Поэтому надо всё испытывать. А вот в вещах, которые поддерживают температуру, в печах, вам надо поддерживать температуру. Вы берите низкокалорийное топливо, и по технике безопасности должны делать подсветку из газа. Но делать его не из газа, вам нужна температура. Вы калорийность получаете за счёт мазуха, пиомазуха. Принципально, да? Ну, вроде всё. Вопросы закончились. Свойства приобретают, но мы работали с университетом Шевченко на Капеле. Мы пробовали делать анализ микроорганизмов, как они распространяются в обработанной воде. Ну, разные по-разному следу. Те, которые легко удерживают кислую следу, они начинают быстрее размножаться. Те, которые нитражную щелочную следу, они также всегда берут какие-то деньги. А вот даже нет человеку, так, что реально не приходит кислоту? Ну, мы столько не пили, но те люди, которые были энтузиастами, попробовали, они сказали, что всегда чувствуют намного лучше. У Андрея знакомые были в косметическом центре, и там люди говорят, что мы обработали всякую крему и так далее, это долго проверять. А у них, который брал обработанную просто воду, он даже заказал себе эту установку, он простую воду брал, там опроматывал, и пил месяц. Ну, у него там что-то прошло. От чего прошло тяжело сказать? То ли человек настроился. То есть для этого все надо испытать. Но человек сказал, да, мне стало лучше. Я стал себя лучше чувствовать. Слишком много косвенных вещей, чтобы показать, что это именно из-за воды. Но такой эффект был. Поэтому я о них и не говорю, что нужны подтверждения медицинские, нужны испытания медицинские. Кто-то что-то сказал, это не совсем правильно. Но такие результаты были. Хорошие. Хорошие. Спасибо. А скажите еще, при дообработке и после обработки воды замеряли действительно восстановление воды? Нет. Но, смотрите, у нас период восстановления воды по-разному длился, в зависимости от длительности обработки. Когда мы обрабатывали около часа, у нас период восстановления был примерно около трех часов. Опять приобретает свои свойства. Три часа. Когда мы обрабатывали меньше, то у нас было восстановление примерно час-два. Но дальше мы не шли. А вот эти вот, я знаю, есть магнитная вода, у нас магнитная трубка. У нас это дает. Не делать. Ну да, вот там. Тяжелось. Институт физики, там есть такой институт экологии и людины. Колик Михайлов Васильевич, он занимается этим вопросом, его можно есть. Считается, в Украине лучший специалист по воде. А вот к нему надо этот вопрос. Спасибо. Он на все отвечает. Ну все, если у вас вопрос нет, то у нас будет.